Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все равно бабки пополам подделим. Вон, со второго курса свою красавицу в кино позовешь. Ну хорошо, только ты сам все делай, а я и рядом стоять буду. Ты только лицо, как у пробика, сделай пострашнее. Вот так вот? Ты что, понишь? Они не испугаются, а ржать будут. Ну тогда вот так вот. Нет, они подумают, что больные. Короче, маски наденем, так посерьезнее будет. Точно, а то вдруг там камеры, чтобы не опознали потом. Ладно, пошли. Ну где это? Ну должно быть где-то здесь. Должно быть. Я так волнуюсь. Я сейчас его увижу. Мой мальчик. Ради бога, держи себя в руках. Да я не держу себя в руках. Найди ты где это только. Лопанчик, где ты? Бомба, она идет быстрее, маску одевай. Слышь, ты ж хран, что-то я ничего не вижу. Тихо, она уже идет. Так, я не поняла, а что вы хотите? Короче, теперь мы ваша крыша. И вы нам будете отмечаться. Отмечаться? Ну да. 37 тысяч тенге в месяц. Крыша. 37 тысяч. Хорошо. Здесь подождите. Хе-хе, бомба. Я же сказал про канайн. Можно еще пару магазинчиков на счетчик поставить. Бомба, шица. Это что такое? Бой! Быстрее, быстрее. Молодой человек, где здесь 175-й дом? А, 175-й? Да. Так, прямо и налево. Извините, пожалуйста, а вы не знаете Женебега, случайно? Какого Женебега? А, простите, кто вы? Дорогая. Женебег. Мы? Мы твои родители. Я твоя мама. Павелом. Так долго тебя искал? Я просто память потерял. Я ничего не помню. Что он такое говорит? Мне надо идти. Куда он пошел? Женебег. Да, он недавно в больницу вышел. Ничего не помнит. Это так непонятно, когда ты встречаешь тех людей, которых всегда мечтал увидеть. Но при этом понимаешь, что они когда-то тебя бросили и предали. Ты же сам всегда хотел их найти? Да, хотел. Но я не знал, как и когда это произойдет. Тебе надо с ними поговорить, Сапок. Я не знаю, как мне быть. Ты пойми, им тоже нелегко. Тем более, ты же не знаешь, как все на самом деле было. Столько времени прошло. А как же мои мама и папа, которые в ауле? Да они не были бы против. Это твоя жизнь, брат. И решать тебе. Да ты во всем виноват. Я? Кто тебя просил маску наоборот одевать? Ты все это придумал. Ой, все не ной, а? Пацаны спросят, скажешь, с какими-то отморозками подрался. Чтобы я еще раз с тобой куда-нибудь пошел. Эх, да она просто женщина. А я женщин не бью. Да она бы тебя с одной плюхи ушатала. Она нереально сильная. Шканчик, знаешь, я так счастлива встретить Ирлана, потому что только благодаря ему я встретила любовь всей моей жизни. Слышь, Казатушка, мой, иди к своему жирному, поняла? Это якоза? Это якоза? Ты себя видела? Это ты валик своему мерзкому жирному. Иди сама к нему, ты шкан мой, поняла? Ты шкан мой, он мой, он мой, он мой. Ты шкан? Девчонки, не ссорьтесь. Давайте втроем жить. Ты же руки, руки. Алина, Айжана. Открепись от него. Открепись, он мой, я тебе говорю. Мой, 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 мой. Алина, Айжана. Это ты что, гонишь, что ли, жирный? Это все ты виноват. От тебя заразился этими снами. Так тебе и надо. Нефиг было, надо мою ржать. Что ты решил, Женьбек? Пока ничего. Жалко, что ты память потерял. Вот если бы ты все помнил, возможно, ты бы понял. Хочешь ты вернуть их или нет? Айдана, знаешь, я кое-что еще хочу тебе сказать. Что? Я тебя очень-очень сильно люблю. Как ты так заново успел меня влюбить? Это не заново. Это та моя огромная любовь. Что? Я все вспомнил. Айдана, я тебя люблю. Женьбек, я тебя тоже очень люблю. Айдана, специально с баклажаном пришла? Чтоб Ерлану позвитили? Не знаю. Чего она хочет добиться? Кому от этого хорошо будет? Ну, а что ей остается делать? Она его до сих пор любит. Любим. Ну, ладно, пусть сами разбирайтесь. А что Женьбек еще? Ну, он, походу, злится на своих новых родителей, но, скорее всего, хочет их увидеть. Бедняжка. Бедняжка? Бедняжка. И что мне теперь делать? Да они тебя бросили, сапог. Вообще с ними не общайся. Ну, они вроде тоже мучаются. Ну, что? Пусть мучаются. Э, здороваться не учили? Знаешь, ты был прав. Я не буду с ними общаться. Почему я должен думать о них, если они обо мне не думали? Ну, когда оставили меня в роддоме? О чем ты, сапог? Это же твои родители. Может, они не виноваты. Ты хотя бы с ними поговори. Да ты же только что сказал мне с ними не встречаться. Не говорил я такого. Да только что, наверху. Я не знаю, что тебе сказал тот парень наверху, но мое мнение ты слышал. Да ну вас. Ну, что ты, Шхан? Значит, я по четвергам убираюсь дома, да? Братан, я просто перепутал. Вот теперь будешь две недели за меня убираться, понял? Что ты делал? Ервол. Тут такое дело. Что? Ну, там... Что случилось? Ну, в общем... Говори нормально, жирный, а? У меня одногруппник приехал в город. Ну, я рад за тебя. Ему негде остановиться. Можно он у нас поживет пару дней? Эй, здесь что, обсяга, что ли? Я корт писал, и так-то вор нас. Поглажал. Нормальный пацан? Да. Хороший парень. Правда... Чё? Ну, там есть один момент? Какой? Там, это... Ребята, спасибо, что разрешили мне здесь остаться. Ерлан мне очень много рассказывал про вас. Надеюсь, мы с вами подружимся. Труба у него голос. Ну, блин. Да, ему просто неправильную операцию сделали на связке. А чё он хотел? Пол поменять? А зачем ему пол менять в нашей квартире? Это же никак на голос не повлияет. От артиста. Кто звонил? Не знаю, трубку бросили. Алло, да, Сабин? Где? Дома? А, это не девушка, это... Потом тебе объясню. Потом расскажу. Ага, давай. Доброе утро всем. Слышь, Ерлан, ты можешь своего друга попросить, чтобы телефон не подходил? А то Сабин уже думает, что у нас какая-то девушка живёт. Ага, хорошо. А ты попроси баклажана, чтобы моя зубная щётка не пользовалась? Ладно. Колбасу будете? Эээ, нет, спасибо. И чтоб мои вещи не одевал. Быть или не быть, вот в чём вопрос. Ой, бастал-то. Быть, не быть, тоже мне харатьян. Сапог, а ты чё, на работу не собираешься? Я? Ну да. Ты же уже выздоровел. А, ну да. Я и так собирался. А вы думаете, я халявщик? Буду просто так жить и не работать? Алло, Айдана, я не смогу к тебе сегодня прийти. Мне на работу надо. Чё, Сядь, ничего делать будем? Может, в стриптиз ходим? Мужской или женский? Ты как вообще машину моешь? Аккуратнее мой? Да нормально я мою. Ты со мной спорить ещё будешь, что ли? Нормально мою, а то в волю вообще. Панель тут с колхоза, блин. И клиентам предлагаю комплексную мойку. Понял? Ну, не переживай. Ему всего-навсего нужно время. Мы с ним поговорим, он всё поймёт. Но то, что нам ребёнка перепутали в роддоме, А мы взяли чужого. А он остался там. Нет, ну, он же даже с нами разговаривает не точно. Понимаешь? Ну, это вопрос времени. Пойдём. Здравствуйте, Баржан Орловекович. Добрый день. Как здесь работа? Всё отлично, всё. Я отчёты подготовил, сейчас попозже сдам. Ну, хорошо, потом поговорим. Ну, скорее бы, я уже хочу поговорить с ним, а? Вот увидишь, он захочет с нами встретиться. И произойдёт это даже раньше, чем ты думаешь. Вам как машину помыть? Комплекс? Вы? Сынок. Балан? В смысле, если сынок? Баха, а что у тебя, сэйжан? Какой, сэйжан? Баха, не притворись, а? Эй, анау, мэ? Да, анау. Ну, анау. Высок? Можно я с вами в кино пойду? Анау, мнау. Короче, кой, мадам? Так и было? Да. Инду телефон не поднимай. Да? Да. А ты чё, ее любишь, да? Давай тогда баш на баш сделаем. Вица ка найжан, а все манган, алина. А? Баха, ты вообще гонишь. Я нормально, кой. Я екю, у дебир, не хатун, кой. Как так можно? Баш на баш? Что за манеры вообще? Если честно, я труба ревновала Айжану. Алина, конечно, хорошая девушка, но вот что-то в сердце засело и не отпускало. Да правильно сделал, брат. Я всю жизнь думал, что меня бросили. И чё? Этого твоего шефа уволили? Ну, блин. Я все им сдал. Как он левые бабки делал? Правильно. Это же бизнес твоего папой. Да, как в кино, прям. Эй, мне вроде как-то все любое мадо. Покажи. Что он сказал? Я просто по-казахски, не понимаю. А, он говорит, рад с тобой познакомиться. А? Получается, у тебя родители богатые, да? Ну, наверное. У них тачка навороченная, дом огромный, автомойка. Эй, ты давай им скажи, они тебе пусть крутая тачка купят, да? Сороковка. Ну, залга. Чоп черный. Давай, а? Да не, мне ничего не нужно от них. Просто буду с ними иногда встречаться, общаться. А машину они мне предлагали. Мерс новый. Я отказался. Правильно же, да? Тупой. Да. Сапог есть сапог. Я, конечно, его и так люблю. Но Мерс... Идиот! Это, конечно, не мое дело, но он реально затупил. Или надо было взять? В жизни бывают такие моменты, когда ты неожиданно понимаешь, что для тебя важно и ценно по-настоящему. Алло, ажан? Иногда очень важно выслушать человека, дать ему шанс все объяснить и только после этого принимать решение. У тебя есть тюк? Угу. Красиво. Да. Ну, о чем ты говоришь? По-моему, это преждевременно. Он же не готов. Ну, что значит преждевременно? Он уже большой мальчик. Ему нужна девушка. Как сказать? Я найду тебе самую красивую девушку, которая нравится мне. А когда мы поженимся, сколько у нас будет детей? Не знаю. Я хочу троих. А мальчик и я эту девочку. И чтобы обязательно на тебя была попроса. Девочка или мальчик? Мальчики для меня, девочки. Ты так красиво. Давно привыкла к нему. Ничто для тебя значит очередное признание. Кабля в море. Пустота в твоем зоре. Ты моя радость. Ты мое горе. Взаимных чувств нет. Да, я все понимаю. Любить заставить нельзя. Но внутри все сгорает. Все, что мне нужно в этой жизни. Лишь ты. Лишь с тобой. Но и связаны мои мечты. Огни. Алматы темнеет. Небо, солнце, закат. Но как бы я не хотел, мне не вернуть назад. Мне не быть с тобой. Мне не жить с тобой. И как бы я не хотел, мечта будет мечтой. Любовь моя. Тебе совсем не нужна. Любовь моя. Безответная. Так халатна. И безразлична. Любовь моя к тебе. Безгранична. Я так хочу быть рядом. Обнять, прижать груды. Мне ничего не надо. Нужна одна лишь ты. Я так хочу быть рядом. Обнять, прижать груды. Мне ничего не надо.